Добрый день! В эфире православный календарь, программа Якутской епархии. Сегодня мы расскажем. В селе Намцы освящена Иоанна Притечинская церковь. Храмы Якутии. История часовни на территории отдела МВД. Идем в храм. На вопросы телезрителей ответит Игумен Никон. Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский, богоснов, почитается как один из трех вселенских святителей и учителей вместе со святителями Василием Великим и Григорием Богословом. Родился в Антиохии около 347 года. В пастерской ревности о наилучшем усвоении христианами священного писания святой Иоанн обратился к науке о толковании Слова Божия. Он написал толкование на многие книги священного писания и множество бесед на отдельные библейские тексты, а также поучения на праздники в похвалу святых. Долгожданное событие произошло в селе Намцы. Архиепископ Якутский Еленский Роман совершил великое освящение Иоанна Притеченской церкви. Затем отслужил божественную литургию в новоосвященном храме. История храма драматична, как история большинства храмов Якутии. Небольшая деревянная церковь была освящена в 1804 году. В советское время она была утрачена, но еще в 30-е годы верующие защищали родной храм, обращались к властям, брали на себя многочисленные обязательства, пытаясь сохранить свою святыню. Большинство прихожан – саха. Иоанна Притеческая община стала одной из первых, где молитва ведется на якутском языке. Приход духовно окормляет протеерей Павел Слепцов. В постсоветское время православная община образовалась в Намцах в 2000 году. Верующие в течение нескольких лет собирались на молитву в различных помещениях, библиотеке, музыкальной школе. В 2002 году на выделенном участке земли началось строительство храма, тоже Иоанна Притеческого, в память о старинной церкви. Народ Божий, живущий здесь, наши с вами благочестивые предки, избрали себе желание и в мысль божественную построить общими усилиями храм. А священноначалие постановило посвятить этот храм святому пророку и крестителю Иоанну Господню. Скажу я вам, что несмотря на то, что Иоанн Креститель в жизни церкви, в истории церковной, занимает особое исключительное место, о нем сам Христос говорит, что нет на земле больших позначимости, чем пол. Вот несмотря на то, что он занимает такое абсолютное, важное и главное значение в жизни церкви, не так много храмов посвящено Иоанну Крестителю. И у нас, в Якутии, пожалуй, этот храм является единственным, посвященным Иоанну Крестителю. Это и радостно, этому и ко многому нас обязывает, и это вселяет надежды на то, что великий угодник, притеча Христов, Иоанн Креститель, покровитель через этот храм селу Намцам, Намскому Улусу, да, пожалуй, всей Якутии. После литургии архиепископ Роман поблагодарил прихожан. Многие благоукрасители, благотворители, помощники строительства и активные прихожане храма получили епархиальные награды и благодарности за восстановление уникальной святыни. Великое освящение храма стало не только духовным торжеством, но и праздником восстановления исторической справедливости на Намской земле. Часовня в честь первоверховных апостолов Петра и Павла воздвигнуто на территории отдела МВД России по Мирненскому району. На строительстве часовни настояли сами сотрудники. В 2014 году правящий архиерей Якутской епархии осветил место на территории МВД. В таинстве принял участие весь личный состав. Я с глубоким волнением совершил это богослужение. Верю, что общими усилиями часовня будет, а значит будет в нашей памяти все доброе, что связано и с служением полицейского, и жизнью нашего Отечества. Средства на строительство собирали всем миром. Самый большой вклад внесли сами сотрудники МВД и жители города Мирный. Часовня воздвигнута в память о сотрудниках погибших при исполнении служебного долга. Торжественное освящение состоялось через год. Совершил чин также архиепископ Якутский Ленский роман. Сегодня здесь еженедельно проходит молебен. У Мирненского УВД уже появились свои православные традиции. Завели уже такую традицию добрую. Личный состав проходит службу на Северном Кавказе. Ежегодно, раз в 6 месяцев откомандировываются. Поэтому каждая командировка, она сопровождается. Батюшка приезжает, обязательно благословляет, обязательно дает напутственное слово. Личный состав уже этого ждет. По возвращению обязательно также встречаем с батюшкой. На молебен сотрудники собираются под призыв колокола. Часовня расположена на территории ВД, что очень удобно. Молитва, вознесенная за коллег и семью, очень помогает. Конечно же, очень позитивно влияет в том плане, что, конечно, суета. Конечно, люди забывают о сотруднике. А когда слышат звон колокола на бат, который призывает к молитве, конечно, это дополнительный такой стимул, что люди собираются, приходят и участвуют в богослужении, слушают священописание, задают вопросы. И как отмечают сами, что подобные совместные богослужения, они благотворно влияют на ту внутреннюю атмосферу, которая царит в коллективе, в нашем Мирнинском ОВД. Подобные часовни сегодня часто возводят при силовых ведомствах. Работа у полицейских очень тяжелая и напряженная, а порой и опасная. На помощь Божию уповают все. Православные сотрудники чувствуют себя более уверенно. Ведь на службе Отечеству и народу опираются не только на закон светский, но и на заповеди Божьей. К нам в редакцию продолжают поступать вопросы. Что будет главным для человека в Царстве Небесном? Какой смысл нашего существования? Об этом нам расскажет Игумен Никон. Священное Писание нам немного приоткрывает то состояние, то положение наше, когда мы сможем исследовать Царствие Небесное. Христос, в принципе, всех призывает к этому наследию, не исключая и не желая исключать никого. Человек может поступить иначе, но Христос, Бог, ставший человеком, ради этого. Ради этого нас и призывает туда. Говорится нам в Священном Писании по-разному о Царстве Небесном. Иногда в притчах Христос говорит о нем, иногда открыто. Так, в Священном Писании есть слова, которые говорят, что в Царстве Небесном все пребывают как ангелы. Познание Церкви об ангелов – это познание о духах, которые желают и всецело служат Богу. В этом они находят не только какое-то счастье, в этом они не только святы, но в этом проявляется их всякая деятельность. Поэтому наверняка, если и говорить о состоянии человека в Царстве Небесном, то оно будет похоже и на ангельское – желание служить Богу. Теперь уже беспрепятственно, теперь уже не временно, как во временной жизни земной, но постоянно и вечно. Потому что через это служение Богу человек, как и на земле, начинает приобщаться к тем плодам Царства Небесного, исполняя Его заповеди, творяя Его волю. Как здесь начинает быть счастливым тому пример многие святые, которые здесь, на земле, уже становились святыми, а не после когда-то. Что этой святости как будто бы не хватает человек стремиться к большему, к большим подвигам, к большей молитве, к большему уединению, чтобы к Богу обратиться, к большей помощи другим людям и даже к проповеди о Христе, чтобы поделиться тем, что человек имеет, поделиться Царствием Небесным. Именно по этой причине желание поделиться о благой вести, евангельской вести, о том, что Царствие Небесное вот уже наступает, Христос пришел в мир и шли ради нее святые апостолы, первые мученики и на крест, и на съедение зверям. Ради этого другие времена люди поднимали на себя очень тяжелые, кажется, невозможные подвиги, потому что понимали, что Царствие Небесное необходимо проповедовать, о нем говорить, им делиться.